В службе заказа такси «Максим» сейчас происходит настоящая революция. Не так давно руководство фирмы, главной офис которой располагается в далеком Кургане, снизил цены на проезд более чем на 30%. Причем скидку пассажирам сделал за счет водителей. Растерянные таксисты обратились в Межрегиональный транспортный профсоюз. То, что не устраивает сейчас водителя, это тарифная политика этой компании, которая на самом деле вообще не имеет права устанавливать свои тарифы. В соответствии с Гражданским кодексом тарифы оговариваются между водителем и пассажиром. Третьих лиц в законе не предусмотрено. Но на сегодняшний момент ситуация уже достигла такой точки, когда рентабельность работы водителей, сотрудничества с этой службой, достигла нулевой отметки. Поэтому, конечно, вызвало, наверное, справедливое неудовольствие водителей, негодование. В минувшую пятницу состоялась предупредительная забастовка водителей службы. Таксисты отказывались работать. Принимая заказы, не выполняли их. Таким образом, работа службы оказалась более чем на 70% парализована. В акции неповиновения приняли участие более 80 водителей службы. Но были и последствия. Самых активных участников забастовки из Максима попросили. Началось как бы все с того, что они понизили минимальный проезд. И началось в чате вот это все обсуждение между водителями. Как бы половину водителей заблокировали после этого. Я поехала в офис разбираться. Они мне сказали, что ничего не объяснили, как положено. И сказали, что в дальнейшем сотрудничества со мной они не видят. Выставляя цену за проезд, служба руководствуется принципом деления города по секторам. То есть проигрыши оказываются и водители, и клиенты, которые переплачивают, независимо от расстояния поездки. Выигрывает только диспетчерская служба. Профсоюз сейчас выступает в роли парламентера между забастовщиками и руководством Ивановского филиала этой службы заказа. Вот как бы вот такими методами. Наверное, сегодня будет проходить еще одно забастовочное мероприятие. Сегодня уже более 200 водителей готовы принять в нем участие. И акция будет повторяться до тех пор, пока диспетчерская служба не изменит финансовую политику. Ведь по факту, понижая тарифы за счет перевозчиков, Максим кусает руку, которая его кормит.